Так в Забайкальском краевом лицее-интернате началась детская олимпиада робототехники в рамках пятого регионального фестиваля «Запробофест». Еда имеет значение. Под таким необычным девизом прошло долгожданное мероприятие. Юные инженеры демонстрировали роботов-аграриев, которые умеют выращивать, собирать и перерабатывать продукты питания, а также осуществлять транспортировку сырья. Были представлены машины, умеющие следить за состоянием человека и составлять ему рацион – умные теплицы. На этой олимпиаде мы участвуем уже не первый раз. И в этот раз мы представляем проект «Грант». Это теплица, которая поворачивается за солнцем для того, чтобы растения получали максимальное количество солнечных лучей. Автоматически подает раствор питательных веществ в наполнитель. Проект получился таким, каким мы и мечтали. И думаю, скоро такие теплицы сместят с рынка обычные теплицы. В олимпиаде приняли участие 35 команд. Юные роботостроители приехали из разных районов нашего края и города. Все они были настроены только на победу. Судьи оценивали роботов по нескольким категориям. Маленькие инженеры устраивали презентации и показывали работу своих машин в действии. Наша модель называется «Ева». Ее задача – это развести так называемые фрукты по отсекам. Это гастроном, это биогазовый завод, это завод по производству сока и камеры созревания. Ну вообще я занимаюсь уже год. Начала вот в Забайкальском краевом лицеи-интернате. Его мы собирали, начали собирать две недели назад. Вот, но основную работу уже делали на этой неделе. Ну, было не так уж и легко, но мы справились. Данное мероприятие мы организовываем уже в пятый раз. Изначально наш лицей, ну, изъявил такое желание принимать участие во Всероссийской олимпиаде по робототехнике. И в самом начале у нас было всего лишь, ну, немножечко команд. Задача ребят – создать таких роботов, которые помогут людям обработать отходы пищевые, либо осуществить доставку продуктов, либо как-то избежать голода на земле. Также ребята решают вопросы, связанные с земледелием, выращиванием новых культур, растений. Но все это должны делать роботы. По итогам нашего регионального этапа у некоторых команд появится возможность принять участие во всероссийских соревнованиях по робототехнике, которые пройдут в городе Казань. Перед ребятами стоит сложная задача. Это был один из этапов, к которому они подготовились. Но впереди еще два месяца плодотворной работы. По результатам мероприятия команды из поселка Дарасун, а также Забайкальского лицея, интерната города Читы и Центра детского и юношеского технического творчества приглашены на Всероссийскую олимпиаду по робототехнике в Казань. Виктор Соловьев, Константин Васильев, ЗАП-ТВ.